Здравствуйте! В эфире новости культуры Хакасии в студии Олеся Калиниченко. 24 мая в России отметили День славянской письменности. В республике прошло множество мероприятий, посвященных русской культуре, языку и литературе. Впервые в этом году праздник прошел по единому всероссийскому сценарию. 12 часов по московскому времени во всех субъектах страны начал звучать единый всероссийский хор. К церкви-часовни иконы Божьей Матери Знамения в Абакане горожане начали подтягиваться задолго до начала крестного хода. В первых рядах ученики начальных классов православной гимназии. В руках у школьников буквы старославянской азбуки. Буква азбуки 40. Отличается церковно-славянская азбука от русской тем, что пишутся буквы не так, как наши русские. Они более красивые, более точные. От часовни участники крестного хода направились по проспекту Ленина к Первомайской площади. Возглавили церковное шествие представители духовенства. Несли икону святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Затем эстафетная палочка проведения праздника перешла творческим коллективом. На сцену вышли артисты филармонии и воспитанники музыкальных школ города. В репертуаре два десятка музыкальных произведений. В патриотической направленности русская духовная музыка, программа отпечатана, тексты песен отпечатаны для тех, кто не совсем еще знаком и знает эти произведения. Я думаю, что сегодня все хором будем петь. И действительно, зрители не остались в стороне под руководством симфонического оркестра республики. И профессионалы, и любители объединились в огромный хор. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Они все родные, близкие с детства и все приятны слуху. Наш русский язык очень такой могущественный, поэтому хочется присоединиться к этому празднику. Это же импульс познания, просветительства. Почему нет? Нужно, конечно. Нам не хватает сегодня элементов культуры. Хоровые концерты, посвященные Дню славянской письменности и культуры, праздник корнями уходит в 1863 год, стартовали 24 мая во всех уголках страны. Причем в формате песенного марафона. Торжества проходят уже третий год подряд. Ко дню славянской письменности была приурочена книжная выставка «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Ее презентовали в Республиканской национальной библиотеке имени Доможакова. Для читателей представлены не только самые интересные книги о крещении Руси из фонда библиотеки, но и уникальные старинные издания, которые предоставила абаканская епархия. Вся литература, в том числе и старинные издания, доступны читателям в отделе искусств национальной библиотеки имени Доможакова. На нашей выставке сейчас представлены старопечатные издания, коллекционные, подарочные. Просто шедевры книжного искусства уже сами по себе, не говоря о том, что они содержат, какую информационную нагрузку они несут. Выставка ориентирована на всех желающих. Библиотека работает для всех. И на любителей духовного чтения, и на тех, кто никакой вере в себя не относит, потому что это все-таки наследие нашей страны, это знать в любом случае должен каждый. Познакомиться с копиями редчайших исторических документов, старинных рукописей, карт, фотоальбомов, монографий и многим другим теперь возможно в Республиканской национальной библиотеке. 27 мая в профессиональный праздник здесь торжественно открыли удаленный электронный читальный зал президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. В этот день библиотеку посетили сотни читателей. Они не только выбирали книги, но еще и пели под гитару, играли в настольные игры, защищали бизнес-проекты и смотрели фильмы. Тишина должна быть в библиотеке. Такую фразу во Всероссийский день библиотек точно не услышишь. На целый день главное республиканское хранилище книг и периодики распахнуло свои двери для всех, даже самых маленьких посетителей. В августе исполняется год, как здесь существует клуб любителей настольных игр. Очень много среди ребятишек, молодежи, людей с компьютерной зависимостью. И вот изначально идея написания этого проекта в том и заключалась, чтобы оторвать молодежь и ребятишек от компьютеров и организовать какой-то может быть семейный досуг, досуг для компании и так далее. И вот в итоге все получилось. Библиотека в современном мире – это не только хранилище знаний. Это площадка, где умело организуют интеллектуальный отдых и развлечение для всех категорий граждан, начиная от детей, заканчивая пенсионерами. В свой профессиональный праздник библиотекари показали все, на что способны – выставки, викторины, конкурсы, бизнес-проектов, мастер-классы. Возможно, расширив перечень услуг, библиотекари прибавили себе работы, но труд был вознагражден. Был период, когда у нас был спад читателей, книговы дачи и все прочее. Например, еще три года назад у нас было 13 тысяч читателей, а по итогам прошлого года – более чем 21 тысяча. Фонды нашей библиотеки составляют порядка 450 тысяч экземпляров, и мы получаем самое большое количество периодических изданий. 27 мая библиотечный фонд, пусть и виртуально, пополнится еще несколькими тысячами экземпляров. В республике открыли электронный читальный зал президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Уникальные монографии, рукописи, исторические документы в отцифрованном виде, теперь доступны читателям Хакасии. Это абсолютно для всех, кому интересна история нашей Родины, русский язык как государственный язык. Фонд президентской библиотеки включает на сегодня более 380 тысяч материалов. Это цифровые копии как печатных документов, официальных документов, так и на хроника, выступления на научно-практических конференциях, видеолектории. Чтобы открыть виртуальный читальный зал, была проделана огромная работа – подготовка помещения, его техническое оснащение, подписание соглашений. В свою очередь, президентская библиотека также заинтересована в дальнейшем сотрудничестве, а именно в пополнении своих фондов материалами из Хакасии. Это краеведческая литература, местная периодика, научные труды. Все это в ближайшее время станет общероссийским достоянием. Но как бы далеко не шагнули современные технологии, одним из самых популярных мест в библиотеке по-прежнему остается абонемент. Сейчас наблюдается тенденция роста читателей. И причем, что радует нас, это то, что идет читатель молодой. И очень часто они разговаривают при записи, при обслуживании читателей, они говорят прямую о том, что им надоела техника, планшеты, компьютеры, телевизоры, хочется почитать. Чтобы не говорили, Россия все еще в десятке самых читающих стран мира и вернуть себе пальму первенства в наших силах. Журналист, поэт, писатель Валерий Полежаев. Сегодня он герой нашей постоянной рубрики «Писатели Хакасии». Путешественник по натуре, автор побывал во многих литературных местах России и зарубежья. Не пропустил четыре историко-этнографических экспедиций. Побывал в Туве, Алтае, Горной Шории. Любимое место отдыха и работы у Валерия Полежаева – это его дача. Там мы и встретились с писателем. Свежий воздух, тишина, немного физической нагрузки – вот оптимальные условия для творчества, необходимые писателю Валерию Полежаеву. Еще с детских лет его кумиром был знаменитый путешественник и журналист комсомольской правды Василий Песков, который успешно совмещал работу в газете и писательскую деятельность. Для меня интересна журналистика тем, что можно ездить, общаться с людьми. Я живой, подвижный человек. С другой стороны, писательство мне нравится тем, что я могу самовыразиться, рассказать об известных людях Хакасии, с кем судьба сталкивала. И потому писательство мне нравится еще и тем, что можно уединиться и подумать над быстро текущими днями. За свою долгую журналистскую карьеру Валерий Викторович не растерял способностью удивляться и восхищаться людьми, природой, событиями. С удовольствием пишет и про белку, живущую у скворечники на даче, и затрагивает более глубокие, серьезные темы, например, такие, как «Человек на войне». Я стремился ее сделать 9 мая, не получилось. Она чем дальше, тем глубже и вширь разрастается. Я думаю, года 2-3 еще понадобится, чтобы ее сделать. Она будет начинаться с 1914 года, 1914, и кончаться, в общем, начинаться первой мировой войной, и кончаться конфликтом на Украине. Сегодня Валерий Викторович трудится сразу над тремя книгами. Одна уже практически дописана и совсем скоро попадет в печать. У нас были писатели из Красноярска, были из Алтайского края. Они нам позавидовали, потому что сейчас правительство Хакасии, оно как-то заботится и организует гранты, и дает книги на издание трех-пяти важных книг за год, то это подстегивает хорошо, качественно работать. В понимании Валерия Полежаева литература должна оздоравливать человека. Если после прочтения книги остаются светлые мысли и чувства, значит, автор трудился не напрасно. Хакасия готовится к 4-му международному фестивалю этнической эстрады от Иры. Финал пройдет с 9 по 12 июня. По словам организаторов, многие исполнители уже довольно известны и любимы среди ценителей этнической музыки. На этом все. Следующий выпуск программы «Культура Хакасии» смотрите 17 июня. Спасибо за внимание. До встречи.